Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я повзяться в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Поздравляю вас с праздником Рождества Христова! Сегодня 7 января, вторник, и Церковь прославляет Богомладенца, Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, Солнца Правды, как мы называем его в богослужебном каноне данного праздника. И сегодня за богослужением Церковь предлагает нам отрывок из послания апостола Павла к Галатам. Глава 4, стихи с 4 по 7. Вот как звучит этот отрывок праздничного богослужения в русском синодальном переводе. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего Вопиющего, Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь ликует и торжествует, прославляя родившегося Богомолоденца Иисуса Христа, Господа нашего. И сегодня Церковь также предлагает нам осмыслить, что же приносит нам это Рождество. И одной из граней этого осмысления является как раз-таки чтение Священного Писания за богослужением, прежде всего за Божественной Литургией. И сегодня мы читаем с вами отрывок из послания апостола Павла к Галатам. Он небольшой, поэтому у нас есть возможность его подробно разобрать. Он начинается так. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Итак, буквально вчера в Рождественский сочельник, в Рождественское навечеря, мы с вами читали отрывок из послания апостола Павла к евреям, где как раз-таки говорили о предвечном существовании Сына Божия, о предвечном существовании Второго лица Святой Троицы, и как раз-таки это очень коррелировало с ветхозаветным откровением о премудрости Божией. Это можно посмотреть в книге притчи 7 главе. Это коррелирует как раз-таки с мессианскими псалмами, которые тоже использовались в вчерашнем послании. Сегодня же мы говорим о полноте времени. Вчерашний отрывок послания к евреям и вообще первая глава послания к евреям начинается словами о том, что Бог издревле говорил нам через пророков, а сейчас, когда пришли последние дни, Он говорил нам через Сына. А здесь мы читаем, что когда пришла полнота времени, и мы видим, что и в послании к евреям, и в послании к галатам есть некое понимание исполнения времен. Исполнилось время и приблизилось Царство Небесное. Там, где Христос, там Царство Небесное. И так пришла полнота времени. Пришло время явиться в мир Спасителю, явиться в мир Мессии. «Бог послал Сына Своего Единородного». Итак, мы видим, во-первых, выражение слова «единородный». Сколько было споров во время Вселенских Соборов над этим словом, как оно трудно входило в богослужебный и догматический вероучительный обиход, подобосущный, единосущный, амаусиус или омиусиус. Какие споры богословские вызывали это выражение. Но в итоге Церковь отстояла свою веру в единородство сына с отцом, что говорит нам о вечном существовании, о нераздельном, неслитном, неслиянном существовании лиц Святой Троицы, и который родился от жены, подчинился закону. Итак, мы переходим от неких таких эсхатологических, повествовательных мотивов. Эсхатология – это учение о конце времен. Мы переходим от высокого богословия о том, что Сын единороден, единосущен Отцу, Богу Отцу. И переходим уже к историческому пространству, к истории. Ведь не нужно забывать, что Господь Иисус Христос реально явился в этот мир и был во всем подобен нам, даже в неукоризненных страстях, кроме греха. Он родился от жены и подчинился закону. Это говорится о том, что он был реальным, действительным исполнителем всех ветхозаветных правил установлений. То есть он был ревностным служителем закона. Он подчинился закону. Он был его исполнителем. Исполнителем пока еще не тем, который принес новую весть, но пока еще жил в старых рамках. Для чего он это делал? Для чего он воплотился? Вот эту фразу, чтобы искупить подзаконных, она относится ко всему. Когда исполнена полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Не просто подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, но все предыдущее было сделано для того, чтобы искупить подзаконных. Искупление – юридический термин. Мы буквально выкуплены из некой долговой ямы. Долговой ямы греха и, с другой стороны, закона, который мы должны исполнить. И в то же время любое преступление закона сажает нас в эту долговую яму. И мы все в ней были. Но Господь приходит, Он воплощается для того, чтобы искупить нас, выкупить оттуда буквально. «Дабы нам получить усыновление, чтобы мы стали сынами Божьими. Сынами по вере, а не по делам закона». Дело в том, что мы должны рассматривать вот эту фразу, «дабы нам получить усыновление» в контексте предыдущей главы, третьей главы, где апостол Павел говорит. Она очень важна, перечитайте ее. «Итак, закон был для нас где-то водителем ко Хрису, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя. Мы уже не под законом, а мы уже под верой. Ибо все вы, сыны Божьи, поверива Христа Иисуса». Итак, вообще весь контекст послания к Галатам – это контекст веры и закона. Что нас спасает и вводит в пространство Небесного Царства? «Дела закона», то есть скрупулезное исполнение различных правил, заповедей. И здесь идет речь, конечно же, о ветхозаветном законе Моисея. То есть нужно ли нам обрезываться или не нужно? Нужно ли нам исполнять правила чистой, нечистой пищи? И так далее, и так далее, и так далее. Сотни различных правил. Нужно нам это делать, чтобы спастись или не нужно? Или достаточно веры во Христа Иисуса, что Он умер за нас, искупил нас от клятвы законные, и веры в Святую Троицу, что только через Иисуса Христа, Господа нашего, мы имеем доступ в пространство, в присутствие Божие, в присутствие Святой Троицы. Что нас спасает? Только усыновление Богу через Иисуса Христа. И вот этот контекст, этот спор – дела закона или вера – это суть данного послания. «Таким образом, мы теперь сыны Божии, поверива Христа Иисуса, так как мы сыны, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего вопиющего, а воочи. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Таким образом, мы все через Иисуса, через сыновство Иисуса и через веру и крещение в Него автоматически, при условии веры, автоматически, не магически, а при условии веры, в действительной веры во Христа Иисуса, мы становимся детьми Божиими. Усыновляемся, удочеряемся Богу, что говорится в Таинстве Крещения, как раз таки, в текстах Таинства Крещения. Поэтому поздравляю еще раз вас, дорогие братья и сестры, с рождением Христовым. Помните о том, что принесло это Рождество в наш мир. Оно принесло нам весть, прежде всего, весть о спасении, о приближающемся спасении, а для нас уже как о совершившемся факте. Поэтому радуйтесь и ликуйте о рожденном Богомладенце, который идет на свою Голгофу. Всех с праздником, дорогие братья и сестры, и радости и ангела-хранителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok